Здоровье не купишь ни за какие деньги. Это известно всем, но если болезнь уже появилась, требуется лечение и лекарства. Большинство из них дорогостоящие. Для категории граждан с тяжелыми заболеваниями предусмотрена государственная социальная помощь, в том числе на получение льготных лекарственных препаратов. Но, к сожалению, многие получатели набора социальных услуг отказываются от него, предпочитая денежную компенсацию. В каких случаях этого лучше не делать, узнали наши корреспонденты. Денежная компенсация за социальную услугу, в которую входят бесплатные лекарства, на самом деле невелика. Чуть более 800 рублей в месяц. За год это около 10 тысяч рублей. При этом, если болезнь не начнет прогрессировать, состояние человека будет ухудшаться. Дорогостоящие медикаменты придется покупать за свой счет. И 10 тысяч рублей на это явно не хватит. Все вопросы по льготным лекарственным обеспечениям решаются индивидуально. Имеются группы заболеваний, которые требуют дорогостоящего лечения. Такие, например, как онкологические заболевания. Стоимость одной упаковки лекарственного средства может быть до 300 тысяч. Препараты эти пациенты получают. В среднем лечение онкологических больных обходится от 500 до 1,5 миллионов в год. Больных с сахарным диабетом от 50 до 100 тысяч в год. Больных бронхиальной астмы от 20 до 80 тысяч в год. Все эти препараты пациенты получают дорогостоящие. Обеспечение федеральных льготников, не отказавшихся от соцпакета, осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджета. Значит, за 7 месяцев 2018 года уже обеспечили федеральных льготников на сумму 28 миллионов. Из них, это из федерального бюджета, и на 12 миллионов из регионального бюджета. Поэтому, прежде чем принять решение, надо обдумать и решить. Почему? Потому что если пациент откажется от социального пакета, это все проблемы ложатся на его плечи. И много таких примеров, когда люди берут кредиты, очень большие потом у них возникают проблемы, потому что они не в силах купить эти льготные лекарственные средства. Восстановить право на получение набора социальных услуг можно, но это требует времени, а лекарства могут потребоваться срочно. Поэтому, прежде чем выбрать денежную компенсацию и отказаться от получения льготных лекарств, хорошо просчитайте все риски. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...